В Беларуси тяжелая атлетика считается таможенным видом спорта. Глава Государственного таможенного комитета Александр Шпилевский возглавляет тяжелоатлетический союз. Развитием этого спортивного сектора в каждой области руководят начальники региональной таможни. Такая слаженная и целенаправленная работа на всех уровнях приносит хорошие результаты уже не первый год. Мы нацелены на то, чтобы как можно больше молодежи прежде всего занималось этим видом спорта. Поэтому мы начали поработать по всем районам Брестской области, чтобы наиболее подготовленных, как по-белорусски кажучи, осилков, где дано от природы сила и возможно заниматься этим видом спорта. То есть все посмотреть районы Брестской области. Главное, чтобы у нас росли крепкая молодежь, юноши, девушки. Пусть они не станут чемпионами, пусть они не будут завоевывать громких титулов, но это здоровье, это здоровье нации. За награды в этом году на Берестейском турнире поборются как представители Беларуси, так и сильнейшие тяжелоатлеты из Украины и Молдовы. Юноши и девушки старше 16 лет на протяжении нескольких дней на спортивном помосте будут выяснять, кто сильнее, техничнее и лучше подготовлен. Для белорусских спортсменов эти первенства подготовительный и отборочный этап на европейские и мировые старты. Мы отбираем сильнейших спортсменов уже на дальнейшем международном соревновании. Это и чемпионаты Европы, и на чемпионат Республики Беларусь. Ну и это в принципе сильнейшие наши спортсмены сегодня и завтра выступят здесь, в легкоатлетическом манеже. Я думаю, что будет у них возможность посоревноваться и пообщаться между собой вот эти вот три соревновательных дня. Тяжелая атлетика в Беларуси – популярный и перспективный вид спорта. Удачное выступление наших спортсменов на чемпионатах и олимпиадах – тому прямое подтверждение. Поделиться секретом своего успеха на первенство в Брест приехали почетные гости, в числе которых чемпион и рекордсмен мира по гиревому спорту Андрей Шумович. При сегодняшнем потоке информации, который мы, допустим, в интернете, мы думаем, что можем все взять оттуда. Но поверьте, без вот этих тренеров – это настоящий волшебник. Ни один компьютер, ни один поток информации не заменит того, что знают они, что они чувствуют. Они всегда помнят, я как детский тренер помню, какими приходили эти ребята первый раз в зал, когда они заходили. И когда мы смотрим, какими они потом становятся по прошествию лет, мы видим, что происходит настоящее чудо. Тяжелая атлетика многим представляется исключительно мужским видом спорта. Тем не менее, все чаще именно представительницы прекрасной половины человечества поднимаются на пьедесталы мировых первенств. У каждой белорусской тяжелоатлетки свои причины, связавшие ее со спортом. Но цель, как и у любого спортсмена, одна – только победа. Не исключение и берестейские старты. Здесь выступают в большинстве случаев всегда самые лучшие спортсмены, стараются показать самые свои высшие достижения. Я думаю, соперники будут, как хорошие соперники. Будут стараться выиграть и показать хороший результат. Замечательное соревнование, которое проходит на протяжении уже многих лет. И также я выступаю практически каждый год. И есть результат, и популяризация вида спорта все больше и больше, особенно по Брестской области. Подведение итогов турнира и торжественная церемония закрытия состоятся в воскресенье 29 декабря в Брестском легкоатлетическом манеже, в ходе которой и будут названы имена сильнейших атлетов в восьми весовых категориях у мужчин и семи у женщин.